На территории Грузии задержали казахстанца, подозреваемого в создании одной из крупнейших финансовых пирамид. О ее размере можно судить по нанесенному ущербу больше трех с половиной миллиардов тенге. Мошенника собираются экстрадировать в Казахстан. Почему в стране все больше финпирамид и зачем люди осознанно отдают мошенникам свои деньги, выясняла Людмила Батюшкина. Правоохранители периодично ловят создателей финпирамид и едва ли не ежедневно предупреждают граждан не верить в легкие деньги. В Караганде дошло до того, что собирают религиозных деятелей всех конфессий, в том числе сомнительной репутации, и просят вести разъяснительную работу с прихожанами. Объясняют это тем, что оставшись без денег, люди идут за утешением к священнослужителям. Набирают популярность пирамиды, в частности финансовые и инвестиционные пирамиды, функционирующие в социальных сетях, а также осуществляющие свою преступную деятельность в мобильных мессенджерах. Они маскируют свою деятельность под функционированием сетевого маркетинга, в частности, затем под инвестирование в криптовалюту на данный момент, и также вложение крупных денежных сумм в инвестиционные проекты. Канад Досмуханов попадался на удочку аферистов, которые завлекали финансовую пирамиду, обещая машины по сниженным ценам. Позже, несмотря на наличие договора, три года обивал пороги инстанций, пока смог вернуть свои деньги. Считает, что ему еще повезло. Хочу сказать людям, что не бывает ничего даром или по цене ниже рыночной. Потому что мы все за этим гонимся, конечно, чтобы было дешевле. Мы считаем себя самыми умными. Но это все просто замануха. И эта замануха потом вам будет стоить нервы, это будет стоить ваших кровных денег, которые вы зарабатывали днем и ночью. Только в Караганинской области за последние три года выявили 14 финансовых пирамид. И еще пять дел расследуют сейчас. В каждой было до 70 пострадавших, которые отдали мошенникам по миллиону тенге и больше. Люди знают о финпирамидах, но отсутствие финансовой грамотности, нужда в деньгах и желание получить больше, заставляют их вновь верить в легкую наживу, считает общественник Рустам Танишпеков. Со стороны государства хорошо было бы открыть, чем листовки эти раздавать, горячую линию, где будут бесплатную финансовую консультацию проводить, грамотных консультантов посадить. То есть и перед тем, как человек будет вносить деньги, позвонить, вот такая организация есть, я хочу внести, как вы думаете. В настоящее время финансовые пирамиды, они тоже завуалированы. Кроме того, активист предлагает временно блокировать счета подозрительным фирмам, если они открылись несколько дней или недель назад, но кому на счета поступают большие суммы, если они за неделю докажут законность своей работы, разрешать ее продолжать. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.